Субтитры делал DimaTorzok Когда мы смотрим, как устроены могут быть частицы, то я просто напоминаю, что элементарные частицы, что вообще в движении газа есть только одно движение, которое способно удержать уплотненный газ. Субтитры делал DimaTorzok 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 Значит, это соответствует полярности. Вот мы и, так сказать, прибыли к первой станции. Если вот это, вот здесь далеко на мемочку закрыть, тогда вот, а вот здесь это тащит за собой, так сказать, по мязкости, то тогда вот это, чтобы оборачиваться туда. И мы получаем здесь кольцевое движение, ровно то же самое, которое было. Здесь, значит, так. Аторидали движение вывернулось наизнанку. И таким образом, знак иногда поменялся. Вот мы вот эту штуку, вот так присоединённый вифер, терминология Жуковского, вот эту вифер, мы её считаем электронной оболочкой. Получается, что электронной оболочки есть, а электрона, бегающая по орбиталиям, нет. Вот правда, если её вытащить отсюда, она тут же сожмётся, вот тогда будет электрон, тогда будет частица. А так, в атоме её нет. Если мы имеем два нуклона, а протон является единственной частицей миформеры, единственной, других просто не существует. А почему я сейчас скажу? Вот когда два нуклона станут так, два протона, то тогда получается так, что если посмотреть, кольцевое движение у них образуется вот так, вот в этом направлении. И кольцевое движение этого начинает кнутрибиваться кольцевое движение вот этого. А дырка маленькая. Значит, одно туда пролезло, другое затормозилось. А затормозилось, градиент увеличился. А увеличился, вязкость упала. А вязкость упала, теперь вот эта штука будет вращаться в ней, не выпуская кольцевое движение наружу. И образовался нейтрон. Тот же самый протон. Почему все физики удивляются, что в тех же самых заряда нет, а магнитный момент чуть-чуть поменьше. Ну так вот, отсюда сразу видно, почему это происходит так. Поэтому он может существовать только в атоме. Стоит ему только отсюда вылезти, как пограничный слой тоже начинает рассасываться. Через 16 минут его нет. Образовался при этом электрон или нет? Науке неведомо. Ну, Филикти, считай, что образовался. Ну, хорошо бы было убедиться в том, что это в самом деле так. Ну, вот, потому что достаточно просто рассосаться этому пограничному слой, и снова появился протон на свет. А в этом он будет держаться, потому что вот эта штука, если уж она попала сюда, то дальше вот это сюда и не пойдет. Градиент увеличился резко, а градиенты здесь очень сильно. Вязкость пропорциональная убавилась. Потому что, а бывал, он будет к ним вертеться, как в шарикоподшипнике, ну, сколько угодно, пока там существует. Если взяли 4 таких штуки, вот так, то, соответственно, образовалось здесь 4. Значит, то есть, два из них обязательно превратятся в нейтроны. Мы получили альфа-частицу. И обращаю внимание, что если в нейтроне мы имеем энергию связи 2,27 мэр, то есть, на один нуклон имеем 1,5 мэр, ну, грубо говоря, то валяемые частицы мы имеем 28,5 мэр. мэр. А это значит 7,1 мэр на нуклон. Немножко больше, чем там. Это означает, что все ядерные структуры мы должны рассматривать как состоящие из альфа-частиц. Сладенько склеенные друг с другом значит, здесь с другими частицами. И поэтому, если происходит что-нибудь с атомным ядром сложным, то в первую очередь начнут оттуда вылетать альфа-частицы. Вот Земля, например, в громадных количествах генерирует гелий, как установили казахские геологи, приславшие мне Киеву на эту тему. Гелий. А раз гелий источается из Земли, значит, в ней идут ядерные реакции без всяких миллионов вольт. Без миллионов градусов. Понимаете, что я что-то? А почему это происходит, это совершенно понятно. Потому что, если ядро в целом обладает суммарной энергией связи, то эта энергия, две на ее доли, огромная доли заключена именно в альфа-частицах. То есть, это такой камешек. А здесь слабенькая. Здесь, так сказать, небольшая связка. Ну, ясное дело, что будут вылетать альфа-частицы. Они и вылетают. Вот это преамбула. И, кстати сказать, когда мы имеем вот здесь два, так сказать, основных витри, то если здесь у нас объем, угол, занимается 4 Пи, то здесь у нас на каждый из них приходится угол 2 Пи. сферический угол. Тогда получается, что скорость сетки здесь будут больше. А если скорость сетки больше, то в соответствии с сравнением вернули, у вас давление здесь будет меньше. Скорость больше, давление меньше, потому как его энергия, энергетика постоянно. Давление падает. А давление здесь падает, значит, его сожмет. Значит, поэтому у атома, у атома, не у ядра, а у атома, дальше этого гелия, объем в 2 раза меньше. Пока что-то не влезет еще одна частица, которая дадут вбок язык. Тогда объем вырос. Но если это язык становится симметричнее, его опять сожмет. Вот начало периодики, так сказать, объем атомных атомов. А объем здесь, как известно, пропорционален, значит, там, ну, обычно пишут, а на число, там, в степени одна треть. Это радиус. Ну, правильно, вот получается у вас там объем, так сказать, можно считать, что самими инопланами не делать по объему ничего. Это понятно, у них критическая плотность, дальше выжать уже нельзя. Там могут идти доли малых. Вот в среднем, так сказать, некоторые преамболы, которые надо вспомнить для того, чтобы попытаться ехать дальше. Пройти дальше. Вот в свое время меня и моих товарищей заинтересовал такой вопрос. А что такое биополе? Можно ли как-нибудь с ним обращаться, как-нибудь к нему подойти, с какого-нибудь показом и так далее? Мы рассудили очень просто. Мы рассудили очень просто. Ну, говорят, что жизнь это и есть форма существования белковых тел, и еще, что в живом веществе непрерывно идет так сказать, обмен веществ. Вот мы за этот обмен веществ зацепились. Ну, что такое обмен веществ? Обмен веществ это химическая реакция. Сюда влили одно, отсюда вылили другую. Значит, надо поинтересоваться, не могли ли вы химические связи быть родоначальником того, что у нас мы считаем биополиум. Вроде бы мы могли. Значит, тогда надо вспомнить, какие у нас существуют на свете, какие на свете у нас существуют типы химической связи. Оказалось, что типов химической связи всего три. Это ионные связи, это коварентные связи, и это так называемые металлические связи. Но по природе свои металлические связи коварентные, это просто одно и то же. Правда, по энергетике металлические связи сильнее, значительно. Что такое ионная связь здесь? Это вот что такое. Вот у нас имеется электронная оболочка, вот без рог, вот имеется вторая электронная оболочка другого атома. Значит, они могут только встать так, чтобы вот здесь движение было сюда, а здесь движение было сюда. Антипараллельно. Только. Потому что именно при этом здесь будет поддление давления, а внешнее давление их прижмет. Вот они и встают вот так, вот они встали вот так, и вот здесь вот так. Но при этом внутренняя энергия этих потоков сильнее, нежели вот разрушающие силы, когда потоки друг другу как бы здесь конкурируют. В принципе, здесь ничего не происходит. прилитый и всё. современная интерпретация это звучит так, что, значит, там смещение электронов, там можно, так сказать, так сказать, поднять, что не залезая в структуру оболочек, там и так далее, так сказать, модель нашли. Ну, нашли, не нашли, слову. в ковалентной реакции, но такой не проходит, там в результате образуется общий поток. вот это, то есть там оболочки оказались слабее, чем, значит, вот внутренние энергии. И поэтому вот эта штука разрушилась. в результате это как это только в ковалентных реакциях. тогда получается так, что вот если у нас вот эта длина L1, это L2, то вот здесь суммарная длина та же самая L1 плюс L2, а вот здесь суммарная длина L1 плюс L2, меньше, чем L1 плюс L2. Ну, это понятно. И энергетики здесь обычно всегда посильнее. Возникает вопрос, куда девалась перемычка? Что с ним произошло? Значит, совершенно ясно, что она должна быть отсюда выброшена. Выброшена должна быть отсюда. А это же не просто выброшена. Любой вихрь всегда уплотнен и завинтован. Значит, выброшена сюда кусочек эфирного потока уплотненный и завинтованный, который вот эта часть называется исток, а вот эта часть называется сток. Ну, где для механики такие понятия. Ну, и что они делают? Ну, как-то, уже всегда они должны сортнуться вот так образовать вот такой вихрьевый пузырек. Варианты никаких нет. Мы такой пузырек назвали лептоном. По той, кресту, просто причине, что под этим термином всегда подразумеваются некие легкие частицы, вообще говоря, независимо от размера. У Ахатвина, например, лептоны, даже микролептоны, от микро-микро-тютелек до километров. Ну, никаких возражений нет, лептон есть лептон, легкая частица. Вот лептон. Значит, даже посчитали его массу, она оказалась значительно меньше электронной и размера. А размер мы установили экспериментально. Вот второй. Металлическая связь. Все ровно то же самое, ровно то же самое, только не взял молекул объединяется, объединяется целая толпа атомов. И даже вот здесь у нас был химик, значит, который сказал, что любой кусок металла можно рассматривать как одну молекулу, поскольку все объединено. Вот, виден. Ну, у меня так не получается, потому что получается так, что в губахности здесь увеличивается, и, скажем, десяток атомов объединится, мы получаем домен, а дальше там уже на чисто вандервальцевых связях будет, и, в общем, короче, не получается. Но так и не иначе получается. Что мы имеем в металлику? Мы имеем на 10-24 степени атомов на кубический сантиметр, мы имеем 10-22, 10-23 степени свободных электронов. Меньше. Что, в общем говоря, подтверждает, что не все атомы, так сказать, слипаются, а слипаются их по нескольку штук, там, по 5-10, а дальше вот домены. Они тоже никуда не деваются, но это уже не электронная связь. То есть, их меньше получается. И вот такая же история. Так, сказать, отсюда сразу понятно, вот теории Друде, а потом Лоренца, о теории электронного газа в металлах. Действительно, это так только газ несколько странный, потому что длина свободного пробега электрона оказывается около метра, а молекулы расположены на расстоянии 10-10 метра друг от друга. И стало быть, пока один электрон стукнется в другой, значит, он 10 миллиардов раз стукнется в молекулу. Поэтому каждый электрон фактически ведет себя совершенно независимо от других электронов. Ну, принципиальный газ. Вот что получается здесь. Здесь получается, что наличие вот таких двихоречков. Для того, чтобы убить в этом, был предел следующий эксперимент. Был взят стаканчик пластмассовый. Сюда положена таблетка с челочи. А сверху, да, все это закрыто сталью. Вот здесь, значит, стальной стаканчик с дыркой. Вот так. А вот с этой стороны, значит, крышка и тоже с дыркой. Вот через эту дырку сюда все не капается. Рядышком были сделаны крутильные весы. То есть на нити висит деревянное коромысло. И вот здесь металлический парус. Ну, здесь противовес. Нить металлическая, палочка деревянная. Через высокомное сопротивление десяток мигом это пластинка землина сюда. Здесь это все заземлено. И таким образом ни о каких электростатических влияниях не приходится. Вот сюда повешено миллиметровый зеркалец. Вот сюда поставлен лазер. Вот этот лазер идет на самописице. Здесь такая специальная корешка сделана, может за лазером и шлепить на бумаге отметить. Все это было приделанным. Записи все сохранены. Ну, правда, сохранены, сохранены, но, конечно, полный бедлам у нас во всем этом деле, поскольку все время улучшали и совершенствовали. Как ведь для себя лопаточкой? Ведет она себя так. Когда начинаются ревцы, щелочь и кислота. Кислота. Ну, тривиальная реакция. Я уже не помню, какую кислоту мы капали. Разные кислоты, разные щелочи. Ну, там, натриоаш и, там, скажем, соляная кислота. Ну, причем по чуть-чуть. Вот. Как ведет себя лопаточка? Вот ведет начальное положение. вот такое. Вот у вас пошла реакция. Лопаточка идет вот так, а потом вот так, а потом вот так. Она притягивается, подтягивается до упора, подтягивается к реакции. Стоит так буквально несколько секунд, после чего она уходит от реакции далеко-далеко. до упора и возвращается на место через полтора-два часа. Вот сколько раз мы так делали, так оно и будет. Но, мало того, говорят, может быть тепло, может быть еще что-нибудь. Все может быть. Поэтому опыт был изменен. Берется деревянный кубик или пенопластный кубик, на нем проводятся реакции, выдерживается одну минуту, стаканчик снимается и в руках у вас кубик. На нем ничего нет. Он холодный. Ничего нет. Вот вы его подносите сюда и все будет ровно то же самое. Все будет ровно то же самое. Через полтора-два часа. Этот заряд, который он получил, что за заряд еще неведомо, значит, стекает, ничего нет. Все встало на свое место. Объяснение это вот такое. Это мы не просто так так сказать давайте попробуем что будет. Нет. Мы знали, что будет. Что мы знали, то и получили. Поэтому в этом смысле все чисто. Как мы объясняем это дело? Объясняем очень просто. Каждая пара молекул дала не только молекулу соли, но и дала вот тот самый лептончик. А поскольку это дело идет все тут, то эти лептончики прицепили друг к другу и образовали вот здесь некую лептонную пену вокруг этого места, которая растет, растет, растет и вот она достигла пластинки. Тогда на пластинке получается так. Вот есть пластинка, а вот здесь идет вихрь. Как вы этот вихрь не повернете, у него движение вот это будет параллельно этой пластинке. Стал бы здесь есть градиент скорости. Здесь градиент скорости есть падение давления. И поехала пластиночка сюда. Вот эта часть. Но это же рыхлая структура. Очень рыхлая структура. Поэтому она очень неустойчива. И вихрь начинает разрушаться. Откуда? С поверхности. Как у всякой пены. с поверхностью? Очень просто. Потому что вот два вихонючка лежат. Вот здесь у него градиент больше, давление меньше, значит, устойчивость выше. А вот на этой части только один он свободен. Градиент меньше, значит, устойчивость тоже меньше. Поэтому с поверхностью. Но всякий вихрь это уплотненный эфир. Значит, когда он лопнул, разорился, то давление эфира в этом месте возросло. Давление возросло, вот лопатка поехала обратно. Вот когда они все перелопаются, давление постепенно выровняется. Оно выравнивается в эфире, окажется, не сверх быстро. Оно выравнивается, так сказать, относительно медленно. Значит, ну вот лопатка встала на место. Вот все объясним. Но здесь приведена односторонняя реакция. Здесь приведена односторонняя реакция. Значит, нас, в общем-то, не столько интересовали биополе, сколько интересовало. Вот принципиальный физик, вот тот кирпичик, из которого все это хозяйство сделано, вот как оно. То есть, понимаешь, если есть информация, или есть энергия, то обязан быть материальный носитель, как информация, так энергия. Нет материального носителя никакой энергии быть не может. Это все сказки, что вот есть энергия, а она ни на чем. Нет. Если энергия есть, ее проявление как-то есть, обязан быть материальным носителем. вот мы этим делом и занимаемся вот значит в живом теле когда идет обмен веществ значит это должен быть там где соединяется мы должны быть там где разъединяется здесь избыток эфиры выбросили а здесь недостатки его надо создать выбросили здесь сосали начните будет вот такой фаспорт если этот процесс подсветить так его не видно вот мы получаем свечение кирлян который уже изъезжен и изучен вдоль и поперед значит вот все это мерцание когда значит в каждой точке в каждой клетке идут непрерывные вот эти химические реакции понимаете здесь кончилось здесь началось там и тогда идет непрерывными версия дальше если взять лист особенно весной дерево с куста там чего угодно положить его между вкладками конденсатора с частотой 200 килогерц они использовали какие-то напряжения не знаю вот что лист светится вот бахрома все это дело все светится через 20 минут свечение начинает убывать через еще 20 минут свечение уже нет лист не изменился нисколько освещение нет он умер реакции кончились вот да представляется что физическая основа биополей по крайней мере может трактоваться например вот таким образом означает ли что это единственный механизм да нет вряд ли ничего единственного свете не бывает что ничем обязательно где почему-то прицепиться но по крайней мере некоторые основа все-таки начинает появляться что так сказать можно и на эту сторону обратить внимание ну дальше поскольку все вещества у нас вами разные поскольку значит интенсивность процессов разные то соответственно все химические реакции вокруг буду создавать разные структуры полей разные структуры полей и эти структуры вот и спасение в пространстве не исключено что они они же будут порождать структуры значит рядом из того же эфира поскольку материал везде есть но это мы ничего не знаем это все подлежит таскать изучение но этим надо заниматься но здесь есть несколько дополнительных моментов такого рода свое время я много занимался преобразователями угол код ну и достиг в этом вопросе могучим больших успехов когда вы не поняли меня мы провели реакцию на кубике стаканчик убрали а кубик потащили и сам и вот этот кубик оказался заряженным новым видом заряда таким который проявляется тут как раньше от реакции теперь от кубика происходит движение этих самых лесов реакции как такого уже нет она снята только господу богу это не знаю это не знаю у вас есть возможность повторить эксперимент или выяснить все недостающего я не знаю я не знаю понимаешь историю у нас была совершенно у нас была совершенно определенная задача определенная цель мы ее проверили мы убедились чтобы что есть а потом как и в каждом вопросе вокруг каждого эксперимента набегает тьма дополнительных вопросов которые мы бы безусловно сделали и ответили бы на них на все если бы не успешное развитие нашей экономики на протяжении последних 12 лет понимаете результате чего не стало ничего вообще не только кубиков и реакции вообще ничего вот поэтому значит приходится значит вот пока так я конечно не могу ответить на все вопросы безусловно чтобы ни у кого не сомнений не было что появился все знаете он теперь все знают ничего подобного не идет такой метод проб вот это вот что я хочу сказать что поскольку реакции поскольку реакции да вот что заниматься преобразователь углу что оказался так очень интересная вещь который носит как мне кажется весьма такой общий характер делаешь после того как мы выбросили все эти ламельные фотоэлектрические всякие прочие преобразователи как вещи абсолютно непригодные для нашей могучей экономики по технологии мы пришли к выводу что преобразовать можно даже очень успешно с помощью синусно-косиного трансформатора это значит такая микромашинка там была целой серии выучены скт 212 220 215 232 265 64 65 значит это одна пара пульсов а вторая цифра диаметр вот его схема значит статор две пушки синусный и сюда сопротивление и вот тогда вы получаете возвращать если rc омега то есть у вас будет так вот опорное движение во второе напряжение вот здесь заполнили импульсами посчитали получили в код это не вариант этим занимался такой заволокин вот который больше ничего не признавал и так сказать не знал вот значит и это в таком варианте схема пошла на корабли и ракеты схема обладает кучей недостатков если что-то где-то нагрелась у вас фаза поплыла значит нужно компенсировать все эти самые значит влияние тот и влияние тьма главным влиянием оказалось содержание гармоник здесь нужно очень чистое синусу лимит иначе у вас будет ошибка пропорциональная клеер-фактору отношения то есть от наш корни под раком из отношения значит вот там суммы гармоник квадратерных значит вот к первой гармонии это очень чтобы вычистить эту штуку это нужно один преодолели все все трудности преды и используют я не знаю сейчас конечно как но наверное но можно считать то же самое это самое тут только сам все ровно только сам а дальше вот эти два напряжения урон увешиваются на рекомендации тогда у вас всем идет так от синус косинус вот отсюда начинается идет дробление водить процесс заканчивается и вы получаете отношения местных амплитуд отношения тогда вам какого скейлер-фактор просто наплевать плоды прямоугольного импульса содержащего 30 процентов гармонии значит побыстрее детьте вы везде замечательную хладкость никакой фильтрации прямо отбор сети питаете и все значит вам на все фазы наплевать потому что у вас обе фазы уходит одинаково и так далее и тому подобное вот это мы запустили в авиацию и во всей авиации только так мы пытались вразумить наших братьев по промышленности значит что надо делать так они вон так но у них своя понаберия поэтому значит не стали одновременно здесь принципиально точность поднимается на четыре разряда то есть 16 раз просто так задавал почему это кого заинтересует то все расскажу вот тогда получается что вот здесь у нас любой вектор описывается вот так и и омега t плюс минус фи нулевой плюс это минус это нулевое а вот здесь он описывается ответа так а а равно значит амплитуда е и омега t плюс фи минус фи нулевое на е в степени йод это минус это нулевое вот это корень из минус единицы во времени а вот это корень из минус единицы в пространстве мы пришли гиперкомплексным числом вот таких легеньким но это что-то вытекает что любой схеме временной можно сопоставить схему амплитудную любой то есть пространственную и поэтому гемкостные датчики которыми увлекался и даже две книжки выпустил на эту тему и кучу приборов надел получили возможность перестроить они были гуляли стрелки туда хотят а тут они перестали гулять вот значит эти схемы перестроили но отсюда вытеки некий общий принцип что любому просто временному процессу должен быть сопоставлен соответствующий пространственный процесс и если мы имеем всю радиотехнику построена на временных принципах на частотах частота и время это одно и то же период то значит должна существовать другая радиотехника построена пространственный принцип который никто не занимается а что оттуда можем выводить неизвестно потому что в принципе принципе телепатические связи существует существует одежды не всех кто захотел как цель поучаствовать за делу получается не получается надо еще чтобы пары подобрать соответствующие источники приемников в обедах 60-е годы когда мы увлекались этим делом мы провели сейчас селепатий получился замечательно было сделано таким образом в одной комнате вот здесь стоит человек вот здесь у него стол вот он берет эти карты как карты как они там сервера вот этот знак какие карты там значит звезда значит круг треугольник крест и вот такие как сделали полсотни таких карточек намешали всячески в рубашками кверху изображение вниз вот человек стоит здесь берет одну карту смотрит на нее переводит взгляд на стенку за которым это сидим несколько человек и два раза стучит карандашком по столу в это время вот так сидишь из темноты выплывает фигура золотая такая и тут же уходит вот ее надо записать количество совпадений оказалось такое что никаких сомнений существований такой вещи такой связи у нас у меня лично не сколько например вот он входит саша завода который я поставил человека про который знал что он абсолютно на фантазии не способен ну вот но и он будет точно делать то что на он точно не делал то что надо что вы просите я спрашивала у тебя три треугольника подряд вот был я бы среди треугольник вверх ногами открываем 3 треугольника для средних ногами есть такие вещи но надо настраиваться вот пример пространства и в резонанс когда вся остальная так сказать это самое отлетает она не играет роль надо строится как вообще можно подойти значит вот ко всем эти вещи это то что я говорю это динамик номер между прочим есть истать получается так что вот у нас есть ядро расчет показывает что скорость вот дальше диаметр ядра ну мы будем говорить так порядка 10 минут 15 метров ураль лучше радиус здесь минус 15 метров скорость он вот здесь на поверхности это 10 в 24 степени метров в секунду напоминаю что скорость лет это 8 это 3 на 10 8 метров в секунду здесь 10 24 это рассчитывается из условий энергетики значит электрического заряда здесь у нас имеется с вами электронная полочка у него диаметр 10 минус 10 метров и скорость здесь по крайней должна быть на два порядка ниже то есть порядка вот здесь что-нибудь скорость от 10 скажем допустим ну 14 метров дальше у нас пошла еще но 1 1 1 10 вот такое движение значит директор будет такое движение ему на откуда-то замкнуться вот этот диагноз будет уже составлять порядка 10 минус 5 метров 10 микро а учитывая что здесь 10 минус 10 метров это среднее расстояние между атомами но практически в любом веществе ну кроме газа конечно тогда получается что сюда твердом теле набьется громадное количество вот сюда набьется значит других молекул они будут здесь выдерживаются на градиентах скоростей потому что там давление будет падать дальше вот здесь мы можем ожидать вот здесь можем ожидать скорость но порядка 10 скажем 4 метра в секунду но это это держится значит здесь будет захватена и следующие будет соответственно больше скорость будет меньше и так далее и границы здесь нет значит она делается так сказать но это одиночный атом а если мы имеем некое тело скажем метрового радиуса то тогда у него на поверхности на поверхность у этого тела будут электронные вот эти скорости вот эти 10 14 метров и тогда мы можем сравнивать что скажем вот здесь такое а на расстоянии скажем 100 метров скорости будут но они уже все-таки все еще будут достать заметно и они самые главные что модулированы пространственно модели даже мы получаем тогда такую вещь что вокруг каждого тела просто в силу того что она состоит из вещества есть аура условно назовем ее аура 1 статической на нее накладывается динамическая а вот все эти обмены могут быть ауры следующих значит вещей например скажем можно подвесить другому существу неблагоприятную для него ауру вот все эти самые сглазы там поселение бесов там и так далее чем увлекались люди средние века понимаете это вполне реальная вещь мало того у меня есть некий знакомец знака но не знакома народный целитель которому обращаются люди он почти не живет прошедшие медицину и все на связи значит он занимается тем что раньше назывался изгнание беса но он так не называет он говорит что видно несущийся выглядит это фантастически понимать к история значит человек вот как телевизионный приемник телевизор переключается программа на программу мгновенное перевоплощение человека значит вот но не физически конечно вот его поведением на и понимаешь например так вот я запомнил просто старая бабка лет там под 70 приходит с внуком грузный такая садится все здесь почти нормальный человек он не говорит ну что мужик пришел и пока начинает говорить грубым голосом ну смело своих-то фасил а что тут хош генерал эфиро динамический войск приехал пусть уезжает это про меня значит он не мешает окажется это уголовник который материться тут же бабка себе не помнит все остальные сидят почти не служит девочка да это женщина а я яичко мы это связали у них 5 таких существ 5 одна сущность это трехлетняя девочка начинает сжимается вторая сущность это уголовник сидящий в данный момент тюрьме материться так чтобы было это самое понимаете на полную катушку еще там что-то у нее она мучается она но она себя не по она не может избавиться ну вот значит самое помню сильва миловидная женщина лет под 40 нет меньше вот она изображается себя сидела ворезку из-за перед перед начинает там понимаете ходить они себя в это время не будет но мучается страшно вот он их избавляет от таких вещей он будет да там это целый делаю там целый технологик там пирамида у него стоит со всякими железками выбрасывается антенна наружу такая корзинообразность там и так далее вот значит но короче говоря он их вылечу и я расскажу шаманы чем занимать ночи вот все эти камала не понять он должен себя прийти в соответствующий энергетическое состояние там и так далее но вопрос простой если бы шаманы не приносили реальную пользу стали бы их там эти роды терпеть не стали понимать что они существуют тысячелетия значит технологии все существуют которые вот делали такие вещи понимаешь историка только я научусь хамлани и стану шаманом понимать я вам безусловно все расскажу но боюсь что мне это несет вот да теперь вот к этим вещам примыкает нас всякие другие излучения ну вот реакция к валенте присутствует при любом горении и поэтому даже весы не нужны вот есть обыкновенная свечка смотрите что приборе сначала показываю что угол а здесь вещи нет ничего вот смотрите указать свечки нет ничего вот я иду вот так ну как идут от виду не таких никакого ничего зажжем свечку да за же свечка это отдельная задача погорел немножко посмотрим ну она погодить немножко будет посиний здесь уже не получается то что получается понимать к историю интерпретация может быть еще самой разнообразной потому что в зонах отрицать в зонах в общем то же самое но надо могу сказать следующее я забыл свою свечку у меня вышли свечка всегда при себе такая теорина поэтому не пришлось сегодня сбегает от в божий храм недалеко и срочно за 2 рубля свечку купить вот она стоит мы кстати кайти следовали разные типы горения пришли к выдачу один черт что святое больше не святой одна малина но свечка это не лампочки в лампочки нет такой реакции и поэтому когда вот ну вот смотрите вы сейчас уже уже посидеть вот видите уже вот уже посидеть но накопилось просто а вот теперь значит она постоять вот и сейчас еще есть смотрим уже почти нету черт уже рассосали слабенький сладенький вот уже нет но в этих штуках она увидим поселить и самое главное что у нее есть у вас общего зацепиться ведь так вроде нет не зашли зацепиться вот ну короче говоря значит вот такое дело значит теперь по поводу аналогии с зонами не сильно вот я знаю что здесь у нас есть везу на одну зону которую на мой ведь не очень удачно пытался один из присутствующих убрать убрать дистанционно причем не дистанционно никак начну брать не мог а вот я могу но только не дистанционно вот идем сюда вот здесь я помню была зона вот но теперь убирается это делал очень просто берется вот такой что вы пойдете вот я пошел если ее убрать отсюда то она восстановится через некоторое несколько не сразу она восстановится не сразу но восстановится никуда не денется вот пока ее еще нет но значит восстановится вот вот уже есть слабенькая вот уже поселение вот поэтому способ о как убрать эти самые зоны достаточно простой значит берется проволока тонкая хаотически спутывается засовывается в какую-нибудь изоляцию и славится под кровать и зона больше нет потому что никакой радости от этих самых зон у человека нет в аргументах фактах месяц тому назад полтора была статья который подразделами например так на раковые дома там понимаете и так далее начался очень ничего так и приятного от этих зонит способу каких убрать очень простой вот я не поленился выпустил по этому полу вот такой прошел ну вот ну вызов некоторую ревность среди так сказать людей которые занимаются такими вопросами потому что все это ощущение это но у нас разных почти хотим хочу я могу порекомендовать здесь сказано как самому все это сделать и почему это надо делать это все несложно но так или иначе андрюш вот возьмешь свечку я тебе подарю считай что на полте они уже сожгли полтора рубля значит и делать все что считаешь ну понимаешь ради бог потому что значит поговорка то что вопрос задавать еще чем отвечать них я ничего не могу сказать про стараться очищает не очищает я могу сказать только следующее что значит свечка разрушает зона разрушает зону почему вот этими короче менять или в точке выскакивает и по всей видимости они растут так же как вот эту штуку что она делает она разбрасывает потока разбрасывать всего-навсего но буду она лишь маленькая а раз действует на расстоянии по крайней мере полтора два метра разрушает потому что этот поток видимо все-таки такая организованная система организованная система то есть организованный такой век и вот он проходит насквозь и разрушается но под занавес скажу следующее что со всеми биолокациями и со всеми это значит вот таким модельным представлением и так далее это все я считаю первые шаги биолокации есть люди которые занимаются почти профессионально вот это серьезная вещь москве существует школа сычеванова николай николаевича но правда она уже несколько послабла но тем не менее вот значит каким образом в земле это излучение генерируется мы толком не знаем мы не знаем толком но это генерируется и это цель радости никакой не приносит знать при строительстве домов надо избегать установления серьезных так сказать зданий типа атомных станций в районе скажем разлома геологических надо всем этим заниматься до а не после но очень эти построить это надо натолкать вокруг вот такие вещи которые по крайней мере нет не допустят организованного излучения значит вот в этом месте а то на новый чернобыль напороться элементарно вот класть надо в подвалах лучше значит вот подвальный вариант дел значит вот это для подвалов потому что изучение идет снизу и над ним ничего нет а под ним все как было так и осталось это проверить но для подвала конечно лучше вот такую керамическую штуку чем бумажную принципе это все одно и то же есть вот такой вариант оформления вот такой вариант это все одно и то же но внутри из одной этажа а какая тверку так сказать оболочка не играет роль лишь бы изолятор вот поэтому мы приходим так сказать к некоторым новым технологиям я вот так сказал когда я начал с того что мы находимся накануне новых технологий я думаю что так оно и есть только этими технологиями надо заниматься всерьез они могут оказаться достаточно простыми они могут оказаться весьма эффективными но чтобы их получить надо знать что этим надо заниматься вот первом движении тоже я вам хотел доложить я с удовольствием пиратичи на любые вопросы в пределах ну минут 40 у нас сегодня никто не выступать на выступающего сегодня у нас нет адрес ты хочешь ну давай сначала кишина россии это уничтожает не смещает но опять же я не хотел так однозначно и твердо говорить моим данным не смещается разрушает она так и была задумана когда кладется лист сплошной тогда она вот так огибает и все а здесь дырки здесь пористая структура получается из проволоки пористая структура она не отодвигает часть проходит когда часть проходит то этот поток рассеивается я понимаю так что организуются мелкие разнообразные вихаки раскидывающего все стороны и они разрушают уже весь поток вот идея была такая это при всей простоте вот этой самой штуки понять вот этот процесс было совсем непросто и должен сказать что в таком виде просто ни у кого нет вот там вот этих самых деструктуризаторов мне сюда приносили несколько вариантов и так далее патентом обладили посмотрели что там делается такого нет вот есть что угодно спирали есть из пирамиды еще там что такое но но такого нет а он оказался наиболее эффективным мы пробовали разные варианты ослабляет но так чтобы совсем до нуля не было это до 0 пока она у вас лежит под кроватью можно быть спокойно что дальше там не будет лучше всего одного чтобы в голову другого будут не под матрас а на пол чтобы было расстояние ну вот значит ну пассивная проволока так сказать чего она может там медная проволока моточная значит возьмите диаметра от 0 1 до 0 2 но обыкновенная катушечная проволока ну вот значит отмотайте на пол 100 метров получите вот такой ворох собрали вас кучка ворит пошлепали понимаете значит лепешку и засунули конверт вот радио издействия вот этих сложностей а вы не пробовали эксперименты не проводили вот по высоте совсем исчезает или все-таки вот вы сказали есть некий радиус наш пола пирали а по высоте я вам скажу что значит мы пробовали значит радиус примерно так если зона же разная вот по-моему в той стенке или покраймена там дать то есть в коридоре она идет на так сказать в общем ну может быть эта сетка харпман я не знаю опять же надо проводить какие-то работы исследовали но по крайней мере идет намного метров на несколько метров вот мы смотрели вы положили сюда вот через два метра опять начинает чувствоваться надо положить туда то есть надо вот так через два метра класть эти штуки пределы значит двух метров а есть локальный вот у меня около стола есть такая локальная чтобы там лежит одна одна такая штука и все понимаете ну вот значит поэтому его по высоте значит пробовали на нескольких лестницах значит вот там где сейчас проходит сегодняшний сидели в течение там у них в этом корпусе с другой стороны есть лестница прямо по лестнице все надо насквозь идет вот мы кладем посередине этой лестнице верху ничего нет внизу все как было сколько ему прочесть там сколько там этажей там несколько этажей прошли сверху ведь для того чтобы говорить точно где чего надо же этим заниматься это уже работа понимать но пока предварительно поскольку мы знаем что излучение идет снизу то и положили вы клали вот такую штуку у меня дома так или девятиэтажный дом там я проделал такую штуку скажем на счет даже положили все пять этажей сверху ничего нет а под ними все и все осталось поэтому лучше чего плачь подвал ну вот тогда значит весь дом ведь эта штука идет снизу вверх очень далеко и докуда она идет никто не знает надо ее разрушить где-то поближе вы источник убрать не можете источник находится вообще где-то земли но излучение вот это разрушить можете и этим надо заниматься мало того надо всячески пропагандировать это дело потому что вреда и не может быть это же пассивная совершенно вещь если каждый из вас посмотрю что у него под кровля под кровать его валяется просто так валяется чемоданы всякие вообще неизвестно что понимаете то от того что добавил еще моток провод ничего не изменится а по сути значит эффект может быть очень хороший потому что люди болеют для детей это сколиоза понимаете что и история значит вот сейчас выпущен довольно много книг в которых статистически это стоит показывается что и как вот я снега васильева очень того мужик который сидел в этом проекте каком-то нет министерство на работу комиссию там они у них было вот по всем этим вещам только на них не кончилось ничего выпустил книгу ой не знаю как называется она у меня дома есть но сейчас я не могу сказать я просто не помню и глупостью интересная книга вот она например приводит такой пример есть немка бэш лор который по всему земному шару обладила и значит и обследовал 1600 квартир в двухстах из этих квартир зон нет в этих двухстах квартиры живут здоровыми вообще доставить ну кто чем тогда статистике ну я могу говорить о предположительной природе там как чего но то что это хозяйство взаимодействует с организм влияет до ауру или вот всех органов это вне всякого сомнений это безусловно и пока и хорошо не влияет поэтому вот есть простейший способ как избавиться от от этих вещей но значит ну не представляет большого тоже я жесткий материалист жесткий все эти фокусы по объединению науки и религии презираю глубоко понимаете это от от бедности ума а эмоционально потому что меня надоели штуки бауманском институте в университете бауманском под руководством ректора с 22 по 26 декабря проводится международная конференция посвящена объединению науки и религии это как интересно подразумевается подразумевать может что угодно это полный безобразие это это фиаско и так называемых ученых поэтому и зла и сейчас человек татарин там кто угодно входят православный храм я просто не буду правильно я и то что купил вот здесь храм на рядышком у вас скрестились что я могу сделать они скрести нет вопрос такой я понимаю прекрасно значит что религии я могу ответить кипсалец значит за самое религии накопили огромный фактический материал эмпирический ли не эмпирический это я не знаю но накопили реальный материал технологии определенные весьма полезные которые надо всячески изучать понимаешь не так свысока что все ерунда есть построить церковь надо знать где и надо знать как потому что если вы ее поставили не на том месте туда ходить народ не будет у меня было так сказать тёща давно умерла уже но совершенно не мощная старуха раз в неделю она еле 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 выползалась дома шла в уделническую церковь там на ногах отстоит три часа и возвращается понимаете вся бодренькая это что пустое дело что не это психотерапия это извинить это ваша торток а моя терапия заключается в том что там имеет место действительно излучения что там имеет место там типа пирамиды значит вот всех уже на нас и перейдет его там модулирует это изучать на понимаете то есть это никакого отношения господу богу не имеет то есть это отработанные технологии идущие из очень древних так сказать времен но вот которые реально работают и которыми реально надо с точки зрения физики заниматься они пытаются объединить религию и науку как идеологические так сказать течение это говорит о полной так сказать так сказать деградации нашей науки которая теперь последний побежал бог бог и занимается так вот вопрос не делали бы расчетов если вот последовательные вот эти оболочки самозамкнуты не будет ли их все тем чтобы замкнуться на то что говорит благослови там его дать что насти и тайную доктрины я читал как-то значит в те времена по кроме не очень понял надо перечислять конечно поэтому я не могу соотносить то что здесь это что благослови я просто не знаю я не знаю я не знаю понимаете значит она проделала весьма приличную работу написала в общем но у нее очень много декларативного значит тоже не доказуемого не доказано по крайней мере ну вот я бы сказал так утверждение без без должного обоснования это у нее там очень много но и значит могли бы продиктовать и получше понимаете историю мало ли кто человек кому продиктовал а что доказано понимаете например факт того что мы с вами живы и еще не отдали концы означает что наши например представление о мире более или менее соответствует окружающей деятельности если бы она не соответствовала бы спотыкались на каждом шагу и просто не могли бы существовать в этом мире да и кое-что есть сказать что все есть было бы преувеличением ни один эксперимент в точнее у меня не подтверждает теорию ни один он не противоречить вот если он отрицательный но все на теорию может ставить крест а если положительный то это еще ничего не означает могут быть и другие трактовки разнообразны понимаете поэтому значит надо спокойно к этим делам отличиться где-то мы как-то проделали следующий шаг что-то мы получили ну молодцы у меня меня столько раз возили фейсом of table вот за все эти 40 там с гаком лет понимаете когда вот все кажется устроенные хорошо а потом а эксперимент не показывает вот и вот совсем последний случай был стартовка магнитного поле когда ребята из харькова мне сообщили что то что я просил они сделали а результат другой сидишь у разбитого корыта а потом покажется что не учел этого 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 это вот и все в порядке но надо учесть вот поэтому значит думаю я не вижу никаких таких то есть это же все вот мы предполагали мы получили мы показали теперь спрашивается вот то что вы мы получили показали это так она есть это вариант понимаете очень чего на спокойно ты слушаешь говорили есть неблагоприятная она не лептонная это вихревая структура нет то есть лептон не знаю это я не могу ничего сказать на счет могу сказать только то что что аура это вихревая структура безусловно но не обязательно лептон и лептон это каждый вихарек один каждый вихарек один а когда у вас есть общее поле значит то значит каждый каждый орган дает свою а у него свои химические реакции значит он отделен пленкой это не просто так а чтобы по минимуму мешать сосед понимаете что поэтому это не просто лептон это значит есть от какие-то потоки они все модулированные пространстве они все сквозь друг друга понимаете ли эфир очень разряженный газ поэтому струи могут вот вектором сложения там нет вот вот у вас есть вот и вот и значит будет вот такой ничего подобного вот это вот это вот они вот так и разошлись понимать на разной плотности поэтому я думаю таким образом что я ничего не сказал так сказать категорически утвердить на боже упасе но это приглашение к танцу что в этом направлении надо смотреть это думаю таким образом что скажем вот в этой точке пространства есть ауры абсолютно всех предметов которые находятся во вселенной просто все понимаете теперь они все разных амплитуд разных структур и так далее но в этой же точке пространства мы имеем сигналы от всех радиостанций которые существуют в мире никого это не удивлю вот теперь нам надо выделить какую-то радиостанцию мы берем некое устройство именуемое радиоприемником которым есть контур и мы этот контур настраиваем и вылуживаем ту станцию которых ну плюс помещение вот нечто аналогичное я думаю вот так это рисовал должно быть и в пространстве значит наверно можно создать какие-нибудь структуры не знаю так значит которые будут улавливать вот данную структуру на которую вы нацелились ну акулы например умеют это делать потому что если у вас кровь попала жертва так сказать попала раненая то за 40 километров акула об этом узнают она они все время делают круги а что такое круг это локация это определение где побольше где поменьше куда потом бежать вот она и мчится сломя голову понимаете в то место где можно поищивать такой то и значит природе такие вещи существуют не знаю не знаю понимаете не знаю значит не знаю значит было мало того скажем допустим бабочки за много километров находят друг друга да и так далее в природе все это есть вот это условно можно считать танцы пространством резонанс то есть одни настраиваются на другое водка каким то образом мы очень плохо знаем о природе запаха например понимаете кристой а ведь скажем допустим о природе вкуса у нас между прочим во рту никаких химических реакций не происходит а вы сладко от слова отличаете понимать чем ведь все остается кого проглотили и все понимаете все осталось как было аурой ауры она проникает и гавальт нашу вас природа это знает мы не знаем наши техники не созрел учиться на сушу сейчас ребята говорим о геопатогенных зонах почему именно геопатогенных а не геоаномальных зонах давайте говорить о геоаномальных зонах я ничего не утверждаю значит я я у себя дома на своем диванчике всегда очень плохо спал а вообще других местах хорошего а у себя дома плохо пока так есть не догадался дай-ка посмотрю знаете сапожник ведь всегда ходит без сапог это естественно дело ну вот дай-ка посмотрю что у меня делается у меня деньги опыта геннадзор 1 дальше головы а другая в ногах вот теперь их у меня нет ну как младенец понимаете что а вы говорите как их нужно вот так я беру на русским путем определили что это геопатоген все на чем беречь вот я хожу с этой штукой я же ничего не умею я трампе им пользоваться ними но геопатогенна зонах алиментарно понимаете не вне друзья которые у меня уже просто просили чтобы я их убрал ну что наши брала пришел померил говорю вот здесь вот здесь это сама женщина говорит вот мой сын вот на этом диванчике не может спать а вот на диванчике я посмотрел спит на геопатогенную зону а в другой комнате дальше вот они вот она лежала спала на краю и муж ее спал к стеночке поближе муж умер умер мы его похоронили коли нигде ну вот нас я померил там сильнейший геопатогенна зона разница 10 сантиметров я ничего а его похоронили понимаете история серьезно я пишу ваш вопрос сейчас немножко будущего в практическом плане почему может привести дальнейшее развитие науки к чему приводит наука первое что сделают какие наши уважаемые военные это сделать какой-нибудь оружие это уж как пить понимаете потому что вот не спится вот не спится людям не спится вот надо чтобы было понимаете ну вот второе что у нас же очень-то своем положении достаточно скверное понимаете дальше с продовольствием плохо но не так чтобы совсем плохо но сейчас учу в 8 процентов населения не дали земного шара не двигает а тимирязев еще считал что всех можно накормить сколько бы народу не было понимаете у нас с вами с энергии непонятно что ну и так далее вот в медах говорили так что если вот вот здесь несколько человечества в год потребляет энергии вот все человечество 10 20 степени джули вот один момент реферс один есть 37 степень джу кубами понимать и никто в этом плане работ потому что видите лет некий умник эйнштейн сказал что не надо ну еще не надо экологию надо чинить у нас масса задач которыми надо заниматься и вот возникает новой технологии теперь может завод может делать трактор а может делать танк трактор будет вам так и помогать пахать землю а так будет все то же самое разрушать это зависит это лишь от другой плоскости к сожалению понимаете от науки это не зависит но заниматься надо потому что вы понимаете или чтобы ну сдохнем это новые технологии говорят сырье сырье исчерпан да исчерпан исчерпан сырье для сегодняшних технологий а базальтовое литье например это что такое в грузии придумали понимать значит любую форму вы можете отъесть она будет гладенькой она будет по проще выше стали в три раза а по массе она будет в три раза меньше стали и базальта кругом полно они по своему глупости пытались в россии чего-то внедрить понимаете на их послали здесь еще а технологии создан и таких технологий горы горы эфир и динамика позволяет подойти к этому новых позиций и посмотреть чего еще у нас есть за хромах но конечно можно использовать вот прихожу в одну которую значит которая значит хочет только чем заняться они говорят да сейчас займешь все такое вот мы уже освободили комнату под это дело ну молодцы ребята начали месяц освобождали комнату компаса уже месяц теперь значит дальше так я говорю изберите прибор какие есть да у нас было очень много вот там был склад измерительного нет ни одного вот теперь надо покупать понимаете стоит в другая контора взялась за такую штуку спрашивали хочу у меня есть выращиваться он уволился и тогда понимаете поэтому ну такая у нас сегодня ситуация служит продолжение этого вопроса о геопатогенных зонах вот вы говорите храмы там на хороших геопатогенных зонах нет храм и не потому храм что там где он погасим может быть хорошую зону погасим вот эту штуку а что такое хорошая зона понимаешь как среднем человечество живет и рождается и живет вне эти зоны поэтому любая зона которая будет она ему ни к чему но нет не хотите не косить потом не удивляющего там болит и там были значит потому что вот люди многие сидят на них вот в служебных помещениях никто же не ориентир не выбирал дома вот церкви выбираем куда поставить церкви вот они что-то знали на эту тему понимаете церкви а больше никто не то что там фигурки какие-то стоят здесь речь идет о потоках энергетических весьма организованно вот вы сейчас бросаете туда штучку речь идет о грубо сформированных потоков то есть вульгарных но это как фотографии взять крупные зернистые это говорит на разрешение системы когда вы рамкой водите речь идет о чем вот вы говорите что вы не умеете этим пользоваться и правильно это ваш организм которым вы задаете вопрос структурно значит пространство отвечает в виде такого вопроса ответа я задаю вопрос да а почему я вот здесь задаю вопрос а пространственный вопрос правильно вы говорили и рамка отвечает это же известная реакция почему там двигается это хорошо что кому-то известно это замечательно и дематурная реакция группа любой организм человек это много плановый прибор от самых тонких значит систем до самых грубых вот то что здесь показывается это очень грубая система понимаете какая вещь но кемптогена зона вы можете рассматривать как грубую вот вы реагируете а вы уверены что там нет тонких потоков на которые вы даже не реагируете абсолютно не уверен вот вопрос а в чем вопрос вот здесь кран стоял стоит на куришках раньше назывался там был буйный дух кстати говоря все эти геопатогены они могут быть чисто материальными если уж рассматривать систематизацию и грубо говоря так духовными то есть показывает что спира откуда идет эта зона геопатогена без материя называйте материально но вот что такое называют это просто система как компьютер если хотите на кристалле делать компьютер делают пожалуйста можно из невидимых структур такой же компьютерами говорить про класс это тоже геопатогенную зону вы хотели задать мне вопрос между прочим вопрос в чем нет я я сказал так уточнение чтобы люди не бросались эти пирамиды голода не покупали думают что они не спасутся от этого я про голода вообще не сказал ничего нет ни звука которые эти геопатогенную зону просто не смотрят они воспитывают себя в другом плане как лучше сделать организм сильный и на них внимания ну так с холодом они болеют от холода тоже геопатогенная зона а другие загадываются и тем самым слушайте что вы говорите во-первых бы мне не задали вопроса а произнести некоторые речь один момент а во вторых а во вторых а во вторых что вы от меня это хотите хотелось бы знать нет я как раз показал что это можно плановый процесс я просил это не мешать не мешать если церкви касаются тогда давайте правду говорить не в пирамидках я разве сказал что нибудь неправду не в пирамидках дело церкви один момент один момент служба может идти на открытом воздухе в поле где угодно и эффект будет мощнейший независимо я же не ну я разве с этим спорил а ведь у меня прошу прощения вы мне приписываете то чего я не говорил это же тоже не надо я сказал что эти эффекты мы должны изучать но не нужно путать науку религию это разные вещи вы мне приписываете сейчас минуточку еще ну давайте так товарищи спокойно спокойно так сказать вот какое то битву это как бы частовно временной или вот пространственный резонанс вот это право какой здесь право нет 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 погодите давайте так в рабочем порядке потому что вы уже обсуждали это сделать у вас был вопрос да пожалуйста так ребят тихо вопрос нет не вопрос утверждение ну давайте утверждение у нас времени еще надо андрею поставить эти штуки никаким образом не уничтожают излучение они его отвлекают и подобно программе которая существует в любом компьютере происходит как бы депрагментация всех денег отрицательных так это ваше утверждение на самом деле это не так потому что проверить нет я думаю что вы мне обещали эту зону убрать дистанционно я это сделал и сейчас сделаем проверяем о чем разговор проверяем вы ее уже убрали то есть ее нету да вы понимаете подождите ее нету вы ее убрали вы не можете сейчас верить почему да вы сейчас сами ушли в такой минус что у вас все наоборот у вас свечки отрицательные давайте я попробую ну вот давайте попробуем ну на всякий случай вот я прошел вот она где была там она и есть ну понятно ну понятно ну попробуйте была там а где вот там и была где есть вот мы ее сместили и только вот вы мне обещали что я вообще не будет ну да а он не сможет сделать да не может нельзя это сделать ну что вы понимаете значит это может быть и можно но не знаю у меня не получилось так ну последний вопрос потому что у нас есть выступающий вот хотелось узнать у вас вот вы рассказали о вот как вот вот ну это то что мы так сказать своим дилетантским методом посмотрели на самом деле то есть вот данная да она перемещается да ну получается так да получается так да вы понимаете эту историю я сказал здесь вот что значит у нас ну это не сегодня вообще твоя тема но принципиально значит существует концепция дальнодействия и близкодействия это идет со времен Декарта и Ньютона значит Декарт говорил так что воздействие от одного тела к другому идет через отточки к точке к точке к точке благодаря вот этой среде ньютонианцы после того как Ньютон сообщил нам что гипотезон не измышляет поскольку он потерпел полное поражение в попытках найти физическую основу вот притяжи вот закон тяготения да он так это 75 лет ему было он уже так гордо бросил а гипотез мы не измышляем в роли того что и не очень хотелось понимаете на самом деле он просто из пререзадачи но когда пишется формула предположим вот тяготение то считается так что вот это тело влияет на это тело на самом деле ничего подобного нет принципиально нет это тело создает вот здесь движение а эти движение влияет на это тело понимаете совсем другое дело потому что тогда мы когда мы видим что эфир это скажем газ и так далее мы смотрим какие движения вот здесь могут быть созданы а потом какие движения какое влияние может быть это разные вещи совершенно потому что здесь мы создаем предположим ламинарные потоки а это ламинарный поток если он сбоку от тела значит движение будет вот такое а если он в лоб ему движение будет вот такой там один тот же поток и тогда все это начинает классифицировать совершенно по-другому и самое главное что вы получаете механизм на каких скоростях как чего появляется возможность а здесь просто вот отсюда сюда и будьте здоровы ничего по дороге не бывает такого то же самое с телепатии факт того факт того что значит такое явление есть а известно что матери чувствует беду своего ребенка за много километров это не может быть вот просто так святым духом это святой долл должен вот это все место пройти понимаете он должен создать соответствующее у них вот и есть вот эта самая настройка взаимные настройка как это реализовано сколько чего-то мы не знаем но принципиально она обязана быть и значит этим можно заниматься ну давай она не обязательно колебания понимаете у нас тоже все страшно любит что вы обязательно были колебания не обязательно это может быть структура вот я обращаю внимание на то что это может быть структура понимаете в которой вместо и течение всякой а колебания нет не обязательно покрытие ну как бы статическую я могу сказать что вот я условно делю эти ауру на четыре категории 1 категория первая часть но нигде от не написано и нет легко не обязательно первая часть статическая аура она есть абсолютно всех предметов вторая часть динамическая аура это вот в живом организме вот освещение кирлианта 3 значит аура это аура который может быть наведенным у вас его нету у меня она есть я на вас имею зуб и он значит каким-то образом значит посадил вам его вы будете потом в долго мучиться с этими но и 4 когда вот такое так сказать самое образование может быть оторвано и гуляет где-то там пространство само по себе это же вихревая структура она как-то держится пока она рассочется понимаешь историю и дальше значит ну точно так как вот здесь скажем рептон существует какое-то время вне этого не существует но могут быть и сложные структуры понимаете мы не мы же ничего не знаем вот я вижу что это может быть теперь как к этому подойти изучать не изучая что с этим делать не знаю думаю что это надо изучать мало того вот мы все плотности с которым мы имеем дело но грубо говоря они лежат в пределах четырех порядок один килограмм на кубометр воздух 10 в четвертой степени килограмм кубометр золото ну два там числа 7 золота вот в этом диапазоне теперь в эту сторону отсюда сюда 10 минус 11 килограмм на кубометр где же по дороге может быть насована сколько угодно структур понимать историю говорят параллельный мир может быть то есть существует параллельный мир не знаю не знаю существует дело утверждаю что может существовать материальные материальные бир в этих плата полосок плотностях может существовать. А существует или нет, я не знаю. Понимаете? Но то, что если бы здесь до 4 порядка, а здесь на 11, чтобы здесь природа не насовала чего-нибудь еще, того быть не может. Но обязательно чего-нибудь она насовала. Понимаете? Теперь, значит, полезно нам, вредно. Ну, почему я знаю? Не знаю. У меня был вообще такой интересный случай. Значит, я являюсь домой, но это немножко ничта, конечно, но являюсь домой и сел, дома никого нет, около балкона диван. Значит, сел на диван, чувствую колоссальный дискомфорт. Вот не сидит с меня на этом диване. Пересел на другой конец, там легче. Думаю, значит, что-то идет с балкона. Вышел на балкон, но состояние ужасное, понимаете? Ну, вот сидит где-то гадина, которая меня хочет сожрать. Вот она уже приготовилась. Ничего не могу понять. Потом начал, обладел собой, внимательно смотрю, стоит цветок на столе. И этот цветок вчера ничего не было. Он будет там, поливаем, не поливаем, это уж халат, халат наносили. Ну, он стоит, я не могу сказать, что цветок. Вчера не было, а сегодня висит вот такая лена из него. И вот такой цветок на конце. Такой темный, ядовитый, зеленый. Шесть лепестков. И смотреть на этот цветок без ужаса невозможно. Понимаете? Вот висит цветок, вот он меня хочет сожрать. Значит, обладел собой, наклонился к нему. Такого чувства омерзения, понимаете, гадость я не испытывал в жизни никогда. Ну, значит, все, тихо ушел. С балкона? Нет, погодите. Посидел, посидел. 20 минут. Вышел снова. Все то же самое, но слабее. Еще 20 минут посидел. Снова вышел. Еще слабее. Еще 20 минут. Вышел. Внешне все как было. Уже никакого чувства нет. Можно смотреть спокойно. А еще через 20 минут он на глазах начал. Вот, 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 вот. На глазах, буквально. Виден процесс. Вот он сжимается. И через час вот это стало отсыхать. Понимаете? И что-то через пару часов осталась какая-то ниточка, отломилась, и все. И процесса нет. Я думаю, что если бы такое цветение, вот несколько цветов поставить в комнату и спать там, ну сойдешь с ума. Понимаете, как стоит? А что это растение? А что это? Цветок. Я не знаю. Я не знаю. Меня никогда это дело не интересовало. Секкуренты? Да я в день, я ничего не могу сказать. Вот такой выпущен, то я понимаю, что он стоял у нас несколько лет, никаких этих фокусов не было, и был такой случай только один раз. Но то, что, значит, таким образом, вот, это была неблагоприятная для меня аура, так весьма активная там и так далее. Понимаете, значит, ну, вот такой прискорбный фактор. А как ты сам опыт шалить? А? Как ты со секкуренты все так шалить? А, ну, может быть, я же не специалист этого делал. И блющие блющие. Может быть, да. Ну, ребят, давайте заканчиваем. Адрей, не считай, а то конца не будет. Последний воздух у нас интересный. Ну, давайте. Блющий, приполяй. Американские ученые на основании исследований с помощью космического телескопа буквально последней информации пришли к выводу, что... себе 10 метров. 95% всех составляющих Вселенной является изученной материи, а 95% соответственно... Что такое вот это 95%? Темная материя. Они ошиблись. Что это за тема? Они ошиблись, когда говорят, что 95%. Они ошиблись крупно. Потому что, если вы посчитаете, мы сегодня плод для сифира в околоземном пространстве знаем хорошо. Мы знаем, что ближайшая звезда от нас находится на расстоянии 3,9 святого года. Так, значит, вы должны, чтобы разобраться, какое отношение имеет весомая масса к так называемой темной массе, вы должны взять массу Солнца, одну звезду, 1,99 на 10,30 степень килограмм, и отнести к массе вот этого куба со стороны 3,9 сетых лет. Я не поленился и посчитал. Оказалось, что весомая масса составляет одну 100-миллионную долю, а не 95%. Одна 100-миллионная доля – это весомая масса, а все остальное – это эфир. Понимаете, какая штука? Теперь, это не говорит о том точной цифре. Это говорит о том, что вот здесь. Но в среднем во Вселенной это так. Поэтому вещество – это мелкая такая, даже не понятно ничего там. Понимаете? И при всем том, эфиром никто не занимается. И сколько угодно умников, которые говорят, что в уровне того, что ей не надо. Понимаете? Я вот сейчас поеду делать доклад, вот на такую тему. Значит, зачем людям космос там все такое? Вот через полтора часа я выступлю. Значит, в этом самом... Наденье в хищении. Значит, но смысл заключается в очень простой вещи. Что, товарищи дорогие, пространство между нами и Солнечным напичканное для нас полезной информацией. И надо этим заниматься. Надо создать службу, которая следила бы за состоянием эфира в околоземном пространстве. Это одно из сильных орудий, так сказать, прогноза того, что будет на Земле. Потому что, если, скажем, эфирный век от Антарктиды повернулся куда-то в сторону, то через месяц, другой, третий выйдет будет засуха, а в Европе пойдут наводнения. Понимаете? Этим никто не занимается. Вот Юра Галаев, так сказать, вот нащупал такие вещи. Когда у него там поменялись параметры, он сидел не наше делать, а тут потом начались вот все эти климатические вещи. Ведь циклоны все эти каким-то образом зарождаются. Они же не на пустом месте. Кто-то является спусковым крючком к этому делу. Понимаете? И нам рассказывают, что этим заниматься не надо. Понимаете? Поэтому вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok